Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Опять же, популярный запрос очень такой, портфель просел, что делать? Если честно, я устал уже отвечать на эти вопросы, но опять-таки они по-прежнему поступают, у нас канал непосредственно растет, и многие с этим могут столкнуться, мало того, многие могут столкнуться с тем, что портфель в ближайшее время просядет. И в этом случае мне сегодня видео хотелось записать немножко именно в плане мышления, настроить мышление, что делать. То есть, первое, если вы приходите на рынок ценных бумаг, а это прокси экономики, что такое прокси, то есть, если экономика растет, рынок растет, причем рынок растет опережающими темпами, если экономика снижается, рынок тоже снижается тоже опережающими темпами. Экономика имеет волновой характер. Когда процентные ставки дешевые, экономика растет, когда процентные ставки высокие, экономика падает. Но это не происходит сразу, сиюминутно, да, это происходит постепенно. И поэтому первое, что нужно понимать, что нормально, когда происходит падение. Нормально волновая природа денег, доходов, роста. То есть, в любом случае, для того, чтобы расти, все в природе подвержено волнам, да, 4 времени года. Посмотрите на те же самые, там, я не знаю, растения, да, они растут, но у них опять-таки есть период, когда они замирают. Человек наиболее продуктивен, когда он хорошо работает, но и отдыхает, замедляется. И поэтому получается, что весь мир, вся природа, она имеет вот эту вот волновую историю. То есть, есть фаза роста, есть фаза падения, есть фаза охлаждения, есть фаза восстановления. И поэтому первое, что нужно понимать, что если вы приходите для того, чтобы получить бенефиты, чтобы получить профиты, чтобы получить прирост капитала, если вы идете на рынок, то в этом случае вы должны понимать, что это нормально, что активы могут расти и активы могут падать. И поэтому здесь нельзя ни в коем случае, да, потому что у нас сейчас растет инвестиционная грамотность, люди все больше и больше приходят на финансовые рынки, потому что нет альтернатив. Люди уходят с банковских депозитов, уходят из валютных инвестиций и начинают для себя смотреть рыночные инструменты. Но если вы для себя смотрите рыночные инструменты, то в этом случае вы должны понимать, что вы должны соглашаться с рыночными законами. На рынке управляют рыночные законы спроса и предложения, что когда много желающих купить, мало желающих продать, цена на товар растет. И наоборот, когда желающих продать больше, чем желающих купить, цена на товар падает. Это первое. Второе, давайте немного метафор, чтобы было более понятно, каким образом лично я к этому подхожу. Первая классическая метафора Баффета – покупайте, когда на рынке льются реки крови, и продавайте, когда на рынке творится оптимизм. Это первая история, самая простая. Вторая история, приписываемая Рокфеллеру – покупайте дешево, продавайте дорого. Я здесь не создаю никаких новых каких-то историй. Ну, то есть, если цена на актив упала, люди начинают его продавать. Хотя по логике нужно покупать. Третья, самая простая метафоричная история, две метафоры. Вы хотите себе что-то купить, я не знаю, что-нибудь из одежды. Приходите в магазин, рубашка стоит 50 тысяч рублей. Вы такие классная, классная рубашка, хорошо сидит, но 50 тысяч с ума что ли сошли. Что за номера телефонов на ценнике? Потом говорят, сейл 10%. О, она для вас становится более привлекательной. Потом 30%. Потом приходит смс, у нас распродажа 70%. И эта рубашка уже продается, не знаю, за 15 тысяч рублей, которая вчера стоила 50. Да, здесь есть элементы маркетинга, но тем не менее. То есть, мы все любим ходить по распродаже. Мы все ждем черную пятницу. Мы все себе выставляем ваш лист, да, то есть, в избранные добавляем товары, чтобы потом, когда будет сезон, летние вещи зимой, зимние вещи летом, ну, рациональный такой подход, да, непосредственно купить, потому что, ну, как бы сезон закончился, цены снижают. То есть, мы для себя в повседневной жизни используем это, да, то есть, мы ждем распродажу, мы готовимся к ней, мы денежки накапливаем, да, чтобы непосредственно купить как можно больше товаров, когда происходит распродажа. Когда происходит распродажа на рынке активов, которые создают еще и прибавочную стоимость, все вместе с продавцами начинают на авито продавать те же самые вещи. Ну, это глупо или нет? Второй пример. Продается разбитый автомобиль. Mercedes E-класса 2020 года выпуска с пробегом 10 тысяч километров. У вас есть возможность купить там запасные части, да, и то есть, получается, продается с большой скидкой. Человек, условно, получил там компенсацию от страховой компании и продает так, как есть. Продает за миллион рублей. Для того, чтобы вам восстановить этот автомобиль, вам нужно в своих денег еще вложить миллион. Но когда вы его восстановите, да, то есть, этот автомобиль будет стоить там 4 миллиона, 3,5. Кто-то использует эту историю, кто-то использует эту схему, кто-то не связывается с этой схемой. Но я вам говорю, что если использовать, опять же, тот же самый рынок, что получается? Есть хороший, качественный, дорогой актив, создающий ценности для акционера. Происходит событие, да, то есть, когда у вас цена на актив упала, что фактически произошло? Желающих продать гораздо больше, чем желающих купить. То есть, никто не покупает. И даже вы готовы от него избавиться. И это подобно вот этому разбитому Mercedes, да, то есть, вы понимаете, что... Ну, кто-то продает по бросовым ценам, и вы тоже готовы продать. Но кто-то, таких людей еще называют ушлыми, да, кто-то покупает за миллион остаточной стоимости. И еще с готовностью миллион до внести для того, чтобы восстановить его. Подходите к этому вопросу, да, ну, вот так вот немного метафорично. То есть, есть хороший актив. Вы его можете купить с большой скидкой. Но туда надо еще будет вложиться, да, своих денег докупить. То есть, что значит цена на актив упала? Это значит, что за цену, которую вы заплатили раньше, за ту же самую цену, вы можете купить большее количество активов. То есть, если акция стоила 100 рублей, и вы вложили, например, 100 тысяч рублей. То есть, купили тысячу акций. Акция упала до 50 рублей. Соответственно, на те же самые 100 тысяч рублей вы уже можете купить не 100 акций, вы можете купить 200 акций. В общей сложности вы вложите тогда, получается, 101 покупка плюс 102, 200 тысяч своих денег. Акции у вас будет 3 тысячи. Когда они снова будут стоить 100, у вас будет уже 300. Вы уже будете в прибыли. Но вы-то, когда их по 100 покупали, вы же думали, что они будут 200 стоить. И, соответственно, когда у вас 3000 акций будет стоить по 200 рублей, то в этом случае вы заработаете там в три раза больше. То есть, ваши 3000 акций будут стоить 600 тысяч. А вы вложили 200. И этот вопрос нужно задавать не тогда, когда актив упал, а когда вы ответили себе на вопрос, что, почему я покупаю сейчас именно по этой цене, то вы гораздо комфортнее себя чувствуете, когда цена актива упала. То есть, если фундаментально ничего не поменялось, вариант первый – ничего не делать, потому что у вас денег нет для докупки. Вариант второй – будьте всегда готовы к сейлу. Сейлы в магазинах происходят там по сезонам. С сейлы на финансовых рынках нужно понимать, что две трети времени рынки растут, одну треть времени рынки падают. И поэтому нужно понимать, что период распродаж бывает и на рынках. И здесь к вопросу о том, что к этой распродаже всегда нужно быть готовым. Тот же самый Уоррен Баффетт, да, его всегда обвиняют, почему у вас там до 20% активов Berkshire Hedware находится в кэше. Почему? Потому что Баффетт всегда готов к сейлам. И на растущем рынке, и на падающем рынке он всегда готов к распродажам. И чем больше распродажа, тем больше позиции он наращивает. Соответственно, подходите к своему инвестиционному портфелю с тем же самым подходом. Не используйте плечи, страхуйтесь консервативными инструментами, имейте облигации в портфеле, имейте золото в портфеле, имейте кэш. И тогда снижение активов будет приводить вас не в стресс, а будет вас приводить в легкое возбуждение, потому что есть распродажи, есть классные активы, и у вас есть деньги для того, чтобы непосредственно это купить. В ближайшее время, как мне кажется, мы можем увидеть такой сейл в ближайшие 2-3 месяца как на глобальном рынке, так и на российском рынке. Соответственно, к нему нужно быть готовым. Я предлагаю подготовиться, пройти бесплатный мастер-класс, как лично я создаю капитал для своих детей. Ссылка в описании под данным видео. Проходите, смотрите, надеюсь, вам будет полезно. Если понравилось видео, обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok